Добрый день, уважаемые украинцы! Я делаю это специально обращение к вам в связи с тем, что последние несколько месяцев со стороны украинских средств массовой информации, представителей офиса Зеленского, ряда российских оппозиционных политиков и блогеров звучат различные слова в адрес президента Казахстана Хасмужемар Токаева о том, что он является союзником Украины. Даже некоторые ваши блогеры признаются в любви Токаеву, говоря, что он является союзником Украины, поддержкой Украины, Украину. Но я хочу вам напомнить, что Токаев является таким же вассалом Путина, как и Лукашенко. В январе этого года по приказу Токаева был произведен расстрел мирных граждан. Только в Алматы в течение буквально нескольких дней погибли свыше тысячи человек, больше, чем в Буче. И, конечно, у меня вызывает тревогу, что представители демократического сообщества начинают воспалять лидера авторитарной страны на самом деле убийцу и бандита такого же, как у Лукашенко и Путин. Все эти действия приводят к тому, это неправильная оценка, приводит к тому, что на самом деле вы ослабляете те самые санкции, которые вы организовали в качестве поддержки со стороны европейского сообщества, со стороны Соединенных Штатов Америки. Казахстан Путин используется как задняя дверь для обхода международных санкций. И когда вы неправильно оцениваете роль Токаева, вассала Путина, это приводит к тому, что цель санкций в полной мере не является достигнутой, потому что Путин начинает использовать Казахстан для импорта тех товаров, которые он в России не производит. И вы не достигаете главной цели – ослабления Путина, ослабления финансовых возможностей Путина продолжать войну. Уважаемые украинцы, я хочу еще раз сказать простые вот такие факты. Казахстан является членом ОДКБ, Казахстан является членом евразийского сообщества вместе с Белоруссией. Диктаторы никогда не могут быть союзниками демократической страны. И чем раньше вы будете давать правильную оценку диктатору Токаеву, тем эффективнее будут санкции действовать против вашего врага Путина. В заключение я хотел бы пожелать украинскому народу скорейшей победы над Путиным, над той самой враждебной Россией, которая является угрозой не только для Украины, но и для всего мира и для Казахстана в частности. Слава Украине! Аллахазастан! ...в него влюблен, в этого человека замечательного... ...правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев, опытнейший дипломат! Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Мы все восхищены замечательным человеком, президентом Казахстана Токаевым. Бандиты нападали по ночам на морге, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Пытается в том числе украинские СМИ сказать, что вот Путин в изоляции, что ему никто не помогает, что все, последние союзники и вот даже крутой Токаев в лицо ему плюнул на его любимом форуме. Вот что они хотят сделать. К сожалению, украинские СМИ тоже становятся такими же пропагандистскими именно в этом вопросе, как российские СМИ. Они становятся жертвами розыгрыша. Уважаемые украинцы, не ловитесь. Это одна шайка бандитов, которая в сговоре разыгрывает определенные роли. Лукашенко у него своя роль, у Токаева другая роль. Роль задней двери. Заранее знаешь, что эти жулики, и за всеми их действиями наблюдаешь, понимаешь, что эти жулики всегда находишь, где они тебя обманывают. А если ты сам хочешь обмануться, ты, конечно же, обманываешься. Вот в данном случае нужно понимать, что Путин, Токаев и любые диктаторы, тот же Мерзюев или Эрдоган, они вся одна шайка банда, но в разных условиях. И таким образом, когда ты это понимаешь, ты можешь читать все их действия. Для чего это делается? И что же делает Токаев? Фактически Токаев на сцене, в присутствии Путина, плюет ему в лицо. Он произносит сакраментальную фразу о том, что Казахстан никогда не признавал и никогда не признает ни одно квазиобразование, созданное Российской Федерацией. Особенно подчеркнул вот эти вот самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республику. Мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно Крыму. Смотрите, вы научитесь, пожалуйста, выслушивать аргументы, а не сразу переходить к обвинениям. Я пояснил, что это самообман. Не ловитесь на ловушку, которую разработала ФСБ. Я не говорил, что вы работали на ФСБ. Я говорю, это ловушка, разработанная с самого начала. На первой минуте своего выступления сказал, что эта операция разработана Путиным вместе с Такаем, чтобы из Казахстана сделать заднюю дверь. И не ловитесь на эту ловушку. Ни в коем случае я вас не обвинял. Понимаете? И не собираюсь обвинять. Человек, который на Петербургском форуме позволил говорить такие слова. А потом произошел размен на нефть и уголь. Это очень серьезный, Димаш. Ну, потому что король голый. Все поняли, что король голый, что бояться нечего. Вы помните, когда 17 июня Такаев друг вот так якобы плюнул лицо Путину? Сразу на следующий день пошли фейки, что вот якобы Казахстан арестовал 1700 вагонов российского угля. Это была ложь. Пошли фейки, что якобы Россия запретила отгружать нефть по КТК. Тоже же министерство энергетика опровергло Казахстана, что это не так. Вы видите, на какие простые примитивные приемы вас ловят. Я хочу, чтобы вы понимали, изначально эти люди одна банда, и они разыгрывают разные операции. Не надо ловиться на это. В конце концов, Россия для Казахстана это союзное государство. Я эту платформу хочу использовать для того, чтобы донести до Украины, что Казахстан используется для обхода санкций. И так, по сути дела, размазал Путина, он нанес ему такое унизительное оскорбление, которое, я думаю, он до сих пор с них пережить не может. Я очень рад, что и наши встречи, конечно, придают дополнительные импульсы к развитию нашего доверительного стратегического партнерства. Я хочу сказать следующее. Если Украина не среагирует на то, что некоторые страны, которые реальные союзники России, помогают обходить санкции, то и не будет вторичных санкций против таких стран, как Казахстан, применено, то эти санкции не будут работать так, как вы ожидаете. Это не будет вам помощью. Это значит, что Путин будет продолжать усиливаться, наращивать свои экономические возможности за счет роста цен на различные энергоресурсы, обходить санкции. Я хочу ваше внимание привлечь и сказать, не ловитесь на обман. Это специально розыгрыш. Он это же и сделал. С ПМФ он это сделал. Да, он сделал это блестяще. Внимательно переслушайте выступление Такаева в присутствии Путина в Санкт-Петербурге. Такой пощечины за 22 года Путину не давал ни один мировой лидер, вот так, один на один, в присутствии зала огромного и еще на глазах у всего мира. Такаев опытнейший дипломат, опытнейший. Такаев человек, который понимает, что такое геополитика. Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. Поймите, я гражданин нашей страны, Казахстана. Я беспокоен тем, что Казахстан помогает России. Это союзник России. Вы должны это четко понимать, не обманывать себя. Но при этом не хочет портить отношения с Украиной, да? То есть вы это хотите сказать? Нет. Казахстан давно испортил. Есть факт голосования. В ООН он поддерживал все резолюции в пользу России. Абсолютно все. Ну да. Или не голосовал. Это редко было, когда воздерживался. По всем позициям, по Крыму и так далее, четкая позиция. Казахстан поддерживает Россию. Понимаете? Это главный союзник вместе с Лукашенко. И не бывает такое, чтобы основа Евразийского союза это Россия, Белоруссия и Казахстан. Там Кыргызстан и Армения, доля у них там доли процентов в экономике. И вот чтобы Казахстан якобы поддерживал Украину. Так не может быть. Не надо обманываться. Это вам во вред, поймите. Это вам во вред в вашей стране. И обратите внимание, вот в этом своем блестящем совершенно выступлении, это было выступление человека, который вот я наблюдал за ним час, пока там Путин рассказывал о великой России, как он будет все возвращать. Он сидел с каменным лицом, подавлял холодное бешенство. Он же понимал, что все эти имперские амбиции, они в чем-то не относятся к Казахстану. И он его просто разбил по всем пунктам. Это был в Украине, конечно, не больше не на процеду его пассажа под РНР, а он там и по санкциям четко сказал, чтобы поддерживать американские санкции, не видеть необходимости подставляться по вторичной. И через каждый обзор. Я лично, как президент республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах. Такаев все, что он думает о России о Путина, в блестящей совершенно форме, высказал в известной петербургском форуме, нанес несколько пощечин Путину публично. Мы все восхищены замечательным человеком, президентом Казахстана Такаевым. Если вы транслируете эту линию, вы фактически становитесь проводниками. Однако вместо поддержки Путин получил от казахского лидера несколько публичных и весьма унизительных пощечин. Во-первых, Такаев демонстративно отказался принимать от российского президента орден Александра Невского, которым его планировали торжественно наградить. А во-вторых, сидя рядом с Путиным, он прямо сказал, что Казахстан будет выполнять западные санкции и откажется признавать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которую он назвал квази-государственными территориями. Мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно Крыму. Такой человек не может быть союзником Украины никогда. Это одна шайка. Путин, Лукашенко, Такаев – это одна шайка. Просто у них разные роли. И печально, что люди на такие ловушки ловятся. Я в этой связи, собственно, для этих целей провожу эфир. Длинная и горькая история Украины, она учит, что иногда и такими друзьями, иногда и такими пассивными партнерами, если уж они не помогают врагу, то нужно их ценить и использовать по мере возможностей. Мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией. Они что еще говорят? Типа, мы ищем союзникам, Казахстан – пассивный союзник. Зачем нам их критиковать? На что я им сказал? Послушайте, вот Зеленский критикует Шольца, Германию. Что такое Германия? Германия – это минимум миллион беженцев с Украины. Это миллиарды евро, чтобы их содержать, помогать. Раз. Германия – это ключевой, скажем, участник Европейского Союза вместе с Францией, которые приняли и убедили остальных ключевые решения о финансовой помощи, о военной помощи, о введении санкций и так далее. И что, например, говорит Зеленский, вполне справедливо, между прочим. Он говорит в адрес союзника, который реально оказывает многомиллиардную помощь, говорит следующее. Шольц, вам надо определиться, вы на стороне России или все-таки на стороне Украины? Да, звучит рисковато, но очень справедливо. Но это внятный вопрос, внятный совершенно. Да, это внятный вопрос. Теперь смотрите, он такой вопрос задает реальному союзнику. А теперь что Казахстан? Казахстан – помощник Путина. Украинскую беженку или она каким-то образом попала в Казахстан, которая решила присоединиться к митингу, сделала репост, где был призыв участвовать в митинге в поддержку Украины. Ее арестовывает, сажает на 10 суток, угрожает депортировать. Она приносит извинения, ее отпускает. Понимаете? Не депортирует. Казахстан пытается провести митинги по всей стране в поддержку Украины. Их всех арестовывают, репрессируют, штрафуют и так далее. Путина проводит один митинг в Алма-Аты 6 марта, ну такой постановочный, нагоняет студентов, они машут плакатами, кричат, что поддерживают, вполне искренне они поддерживают Украину. Но это митинг организован единожды самой властью для того, чтобы сымитировать, что якобы они помогают. И вот представьте, такой союзник, пассивный, как говорит журналистка, да? Это же не Германия. И они говорят, мы типа ищем союзников. Я говорю, какие союзники? Вы сами себя обманываете, обманываете. Вы просите оружие, чтобы было меньше жертв, чтобы вы быстрее победили. С другой стороны, страна помогает России. А Россия успешно пока, во всяком случае, обходит санкции. А это значит деньги, а это значит оружие. И вместо того, чтобы проявлять этих союзников, вы фактически возвеличиваете, говорите, он плюнул в лицо Путину. Это же неправда. Таким образом, вы ему сохраняете тыл, который позволяет обходить санкции, получать деньги. И завтра эти деньги выстраивать армию и убивать украинцев. Понимаете? Они на меня обижаются, что видите ли, я им сказал, что вы фактически таким образом, поддерживая линии пропаганды ФСБ, помогаете, помогаете им, а не себе. Да, это посредственная помощь, это ведь логично. Это же... Конечно. Это просто... Германию можно критиковать, Казахстан вы возвеличиваете. Почему? Друзья, вы не должны обманываться. Самообманываться нельзя, это вам же вредит, вам. Они, к сожалению, журналисты на меня обиделись. И в эфире требовали от меня извинений, говорили, что мы вас сейчас отключим и так далее. Ну да, я, в принципе, в их понимании разрушил вот эту пропагандистскую идею. А они действуют, к сожалению, как пропагандисты. Они не говорят правду. Что касается выступления президента Казахстана, это мой герой вообще, я в него влюблен, в этого человека замечательного. Аннексия – это слишком тяжелое слово, применительно Крыму. Там еще одно. Они же заявили, указ подписал Такаев о выходе из соглашения СНГ по валютному соглашению. То, что Казахстан, он беседовал с Боррелем и предлагал эти услуги, и говорил, что мы готовы обеспечить нефтью в обход России, значит, предоставить нуждающейся Европе углеводороды для того, чтобы стабилизировать рынок, и потребительский в том числе. То есть, это, безусловно, антироссийский шаг. Он воспринимается как антироссийский. То есть, это нож в самое мясо. У Казахстана нет возможности, я отвечаю на вопрос вашего коллеги, о неких транспортных, каких-то новых путях, альтернативных поставки. Географически это невозможно. 85% грузов, в том числе и нефти, проходит через территорию России. Альтернативные поставки, возможно, через Каспийское море, Азербайджан, Грузия и так далее, но это как минимум 3-5 лет нужно строить трубу нефтяной. Поэтому, все это имитация. Поэтому, все движения, которые сейчас делаются, это пиар, это обман, это попытка продемонстрировать, что вот сейчас в Казахстан какие-то трения, мы работаем над параллельным маршрутом. Это невозможно сделать. Это возможно в перспективе 10 лет сделать. Что им нужно? Все время демонстрировать, якобы, конфликт между Путиным и Докаевым. С другой стороны, они все время ставят некую растяжку. Говорят, ну да, вот здесь есть проблема, но мы дружим, мы вместе. ОДКВ вместе. Путин заявляет, что они надежные партнеры. Песков, пресс-секретарь, то же самое. То Каев делает то же самое. А параллельно, вроде как бы, какие-то проблемы. Это способ одновременно сидеть на двух стульях. Вот как разыгрывает эту комбинацию Путин. И, собственно, наши власти тоже такую игру придумывают. Как бы раздвоение создают. И какая-то часть начинает значительное верить, что да, там действительно не так все просто. Начинает переживать, а что же мы будем делать? Теперь нефть не будет поставляться, теньги рухнут, девальвация национальной валюты. Полная ерунда. Знаете как, я перед тем, как отвечу на ваш вопрос, тут многие критики из Казахстана, из оппозиции, люди уважаемые многие, утверждали, что это ошибочное мнение относительно пикировки Такаева с Путиным на ПМФ. Что ну все, это какая-то игра, это какой-то спектакль. Они вместе разыграли, чтобы изобразить из Такаева фигуру, которая более приемлемая, и что через него создать темную такую зону и преодолеть санкционное давление поставками и военной продукции, и иной через территорию Казахстана в Россию. Но это не только так не выглядит на уровне риторики, это так не выглядит и на уровне действий сторон. Москва со своей стороны предпринимает все усилия, там много, там эти нефтепроводы и так далее, которые в общем выглядят как конфронтация. Пока экономическая, пока на уровне попыток ответить на ответ. Знаете как? Казахстан что-то делает, отвечает Москва, Казахстан. Между прочим, то, что я говорю, это все публично известно, причем широко известно. Казахский банк купил Альфа-банк, который попал под санкции. Альфа-банк куплен казахским банком, и он сейчас переименован в ЭК-банк. Это дочка, казахская дочка Альфа-банка. Это казахская дочка Альфа-банка, 100% владеет Альфа-банк, и его один из казахских банков выкупил. У нас все банки или на Зарбаевске прямо, или он с ними в доле. То есть, вы понимаете, политическая линия была. Второе. Затем приступили к сделке покупки дочернего Сбербанка. Он где-то, наверное, от первой пятерки среди крупнейших банков Казахстана. Сбербанк объявил по итогам 2021 года сумму к выплате основному своему акционеру, Сбербанку России. Приблизительно где-то около 300 миллионов долларов по итогам года. И вот этот банк, это после санкций, между прочим, этот банк выкупает сейчас государственные национальные компании. Они публично объявили, что они его выкупают. Но при этом нахваливают, что у банка с ликвидностью все в порядке и так далее. То есть, идет прямая помощь, потому что эти деньги попадут в российский Сбербанк. Ну и налоги, все прочее. Это основной финансовый институт Путина. То есть, Казахстан прямо помогает. Потом общеизвестно, что когда был озвучен запрет на транзит автомашин-траков по территории Евросоюза с белорусскими и с российскими номерами, эти номера стали выдавать в Казахстане. Известные все эти финансовые услуги, услуги Visa, MasterCard, которые закрыли на территории России, возможно использоваться такого рода карточками. Сейчас все это можно в режиме онлайн, практически до последнего момента. Можно было получить в режиме онлайн на казахского резидента, открыть или просто зарегистрироваться как резидент Казахстана, получить доступ к этим услугам. Я уж не говорю о сером импорте. У нас же, когда товар в Казахстан поступает, там должно быть описание товара на казахском языке в том числе. Срочное заседание правительства это отменили. И для чего? Для того, чтобы импорт шел, по сути дела растамаживался в Казахстане, и затем заезжал в Россию, и не было видно, что товар транзитом прошел, что это казахского происхождения, по сути дела. Импорт был предназначен для Казахстана. И вот таких действий сделано так много, что, собственно, сама реальность говорит, что Казахстан — это задняя дверь для России. Но давайте сравним экономики. Беларусь под санкциями. Следующая крупная экономика, но она в два раза больше, чем белорусская, — это Казахстан. Армения — это доли процентов. Кыргызстан — доли процентов в Евразийском союзе. Поэтому два ближайших союзника, из них самый крупный — Казахстан, который в состоянии покрыть часть импорта. Не говоря там, что Китай граничит с Казахстаном, и тоже транспортные, железнодорожные, другие коридоры. В этом смысле Казахстан — это глубокий тыл, способ обойти санкции, оказывать финансовые услуги. И даже сейчас российские агенты, которые раньше оказывали услуги в руках, они деньги оказывают, потому что деньги легко конвертировать в необходимую валюту. Понимаете? То есть это четкая роль. Если Лукашенко — прямой вассал, безусловный, то Токаев такой же, просто у него другая роль. Вот и все. Поэтому они этого своего такого игрока впихивают всем. И вот печально, что люди ловятся на такую простую вещь. Ну и потом вы слышали, что якобы Министерство финансов вышло с заявлением, что готовится пакет документов, что будет список товаров опубликован, которые из Казахстана нельзя экспортировать в Россию, потому что на Россию наложили санкции. Тоже не верьте. Это полная ерунда. Они оформят на необходимые компании, и серый импорт, тем более Россия подписала соответствующие указы, а возможность серого импорта, вот этот серый импорт из Казахстана будет двигаться, и двигается сейчас в сторону России. Вот она реальность, уважаемые друзья. Поэтому вы не воспринимайте серьезно, что говорил и Путин, и Токаев. Все эти инсинуации, движения, они ложные. Есть некоторая информация, вот эти демарши Токаева на Петербургском форуме мог быть показательным. Показательным выступлением, согласованным с Кремлем. Почему? Потому что, с одной стороны, Казахстану надо было показать независимость и суверенность от Российской Федерации на международной арене. А с другой стороны, есть информация, что Казахстан активно помогает Российской Федерации искать схемы, строить схемы, искать пути обхода санкций, международных санкций. Особенно, что касается закупки электроники. 4 июля, понедельник, Токаев как бы разговаривает с председателем Евросовета и предлагает помощь преодолению энергетического кризиса в Европе. Из-за введения санкций против России цены в мире на нефть и нефтепродукты поднялись. И вот как бы Токаев предлагает, а давайте мы сделаем замещение российской нефти и будем поставлять нашу нефть в Европу, которая и так поставляется. У нас нет такого количества нефти, как у России. Россия поставляет где-то ежедневно приблизительно 11 миллионов баррелей нефти в сутки. 11 миллионов. Казахстан же на экспорт отправляет менее полутора миллион, которые и так идут в Европу, больше никуда. Как может Казахстан вдруг заменить Россию? То есть вы понимаете, что это просто был пиар и мы так дипломатично поприветствовали, сказали, что да, конечно, мы были бы рады. Но в Казахстане такой нефти дополнительно нет. Поэтому вы должны понимать, что нефти у нас в таком объеме нет. Существующая нефть и так поставляется в Европу. Поэтому такого рода действия это просто комбинации по тому, чтобы пустить пыль в глаза. Вот это происходит разговор 4 июля. А 5 июля вдруг следует заявление, что российский суд, находящийся в Новороссийском регионе, запрещает поставлять нефть сроком на один месяц, якобы из-за каких-то нарушений. Вы можете себе представить? 4 июля разговора, а 5 реакция. То есть каким образом разыгрывается комбинация, что Путин якобы наказывает Токаева. Но чтобы вы знали, суть дела. На самом деле ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом, трубой, сформировалась ситуация 6 июня. Обратите внимание по срокам. Не 5 июля, а 6 июня. И вот 6 июня российский госорган предписал КТК, Каспийскому трубопроводному консорциуму, устранить нарушение до 30 ноября 2022 года. Между прочим, нарушения такие, знаете, это просто документы, описание, процедур. Если, допустим, с трубы нефть разольется, какие действия делать, и там регламент. Они должны были прописать по определенным стандартам регламент действий собственного самого руководства КТК. И все. То есть там нефть не разливалась, никакие там ущерба никому не нанесено. Это просто бумажка, которую нужно было описать точнее. И вот российский госорган дал предписание до 30 ноября внести необходимые изменения в эти нормативные документы. И все. И 6 июня был составлен административный протокол. Ни штрафов нет, ничего. 6 июня, а еще раз обращаю ваше внимание. И, между прочим, все это происходило до заявления и выступления на форуме в Санкт-Петербурге 17 июня Токаева, когда вся пресса казахская, международная разнесла, что о, Токаев герой в лицо плюнул Путину. Это поразительно наивно, поразительно. Но наша работа сейчас, конечно, безусловно, повлияет и влияет на то, чтобы и Запад, и наши граждане, и украинцы, украинцы, я хочу сказать, в первую очередь должны это осознать, что все это вранье и комбинации Путина. Это все должны понимать. Итак, 17 июня Токаев якобы плюнул лицо Токаева, в смысле, Путину. И вот, смотрите, 6 июня все это происходит, все эти административные протоколы, без штрафов, без ничего, все связано с этой трубой, по которой экспортируется казахская нефть. Теперь, 1 июля, поднимается скандал, что такая помогает Путину красть украинское зерно. И чтобы замазать эту ситуацию, Путин разыгрывает теперь очередной спектакль. И, соответственно, что происходит? Происходит следующее. Якобы 5 июля запрещает транспортировать нефть сроком на 1 месяц. 5 июля, обратите внимание, административный протокол составлен 6 июня. Никаких убытков никому не нанесены. И 5 июля тут неожиданно якобы суд вносит решение на 30 дней, хотя российская сторона запрашивала якобы 90 дней запрет на отгрузку. И хочу обратить ваше внимание, сегодня Министерство энергетики Казахстана сделало заявление, что не продолжает грузиться, уважаемые друзья. Никакой приостановки экспорта нефти не было и нет, и не будет. И даже если это будет, это для видимости на короткое время, чтобы Казахстан не попал под санкции. Потому что если Казахстан попадет под санкции, вы же понимаете, вся нефть будет перекрыта, газ будет перекрыт, как Россия, металлы будут перекрыты. Это будет мощнейший удар по планам Путина сделать из Казахстана заднюю дверь, чтобы через нее импортировать товары. Поэтому они срочно начинают имитировать некий конфликт. Российские СМИ это раскручивают, международные СМИ тоже в эту ловушку попадаются, Bloomberg, международное агентство, тоже ловится. Печально, что известные аналитики, как вот, ну, известные там Пианковские, или еще кто-то там, российские известные аналитики, тоже ловятся на простую вещь. Проблема этих, к сожалению, аналитиков в том, что они не знают, что такое Казахстан, не владеют деталями и, соответственно, делают ошибочные выводы. В пользу случаям я хочу обратить внимание украинцев. Не верьте. Такаев такой же диктатор, как и Путин. То есть вы видите, да? 6 июня все эти предписания были, никаких санкций не было. 5 июля они разыгрывают комбинацию, потому что они попались на зерне. Ну и в реальности нефть никуда, ни под какие запреты на отгрузку не попала. Поясните свою позицию, почему Такаев тогда в таком случае сказал фразу о том, что это не Россия фактически предотвратила переворот в Казахстане. Мы сейчас послушаем его, эту фразу, и вы прокомментируете. Это журналист канала «Россия-24». Ну это понятно, да. Пагандистский канал. Приезжает в Казахстан, потом все это во всей территории показывает в России. Так не бывает в авторитарной такой стране, как у Путина. Это первое. Это нужно просто знать, как это работает. Второе. Я уже комментировал, что это то же самое, что когда министр иностранных дел Лавров говорит, а мы не нападали на Украину. Или это когда говорит, это не война, а спецоперация. Мы все знаем, смеемся, говорим, но это просто поразительная ложь. УДКБ – это Россия. Когда Казахстан в январе, так называемый УДКБ, некая мифическая организация, на которую он ссылается, не Россия, привела войска, там было 70 солдат Армении, со-солдат из Кыргызстана и пару рот, 200 там человек, может быть, из Белоруссии. Более 100 самолетов осуществляли перевозки военной техники и солдат. Это были путиновские войска. УДКБ – это Россия. И поэтому заявление, что нам не Россия помогла, а некая организация УДКБ – это то же самое, что мы не нападали на Украину. Это вообще не война, это вообще спецоперация. Это явная ложь, которая вот таким образом подается и транслируется по всем каналам России. Чтобы такое могли транслировать без санкций Путина, это не может быть. Это мы все же знаем, как это работает, понимаете? Зачем нам попадаться на эту ловушку? Зачем транслировать ложь? И я понимаю желание найти союзников, но это не союзник. Нужно четко идентифицировать, кто союзник. Член УДКБ не может быть априори союзником. Казахстан не может быть союзником, который говорит, что Крым – это не аннекс, а то, что произошло, то произошло. Понимаете? Этого не может быть. Зачем это транслировать, размножать и искусственно придумывать себе союзников, которые являются вашими врагами, которые помогают России. Уважаемые украинцы, не ловитесь. Это одна шайка бандитов, которая в сговоре разыговорит определенные роли. Лукашенко у него своя роль, у Токаева другая роль. Роль задней двери. Заранее знаешь, что эти жулики и за всеми их действиями наблюдаешь, понимаешь, что эти жулики всегда находишь, где они тебя обманывают. А если ты сам хочешь обмануться, ты, конечно же, обманываешься. Вот в данном случае нужно понимать, что Путин, Токаев и любые диктаторы, тот же Мерзюев или Эрдоган, они вся одна шайка банда, но в разных условиях. И таким образом, когда ты это понимаешь, ты можешь их читать, все их действия. Для чего это делается?